Новые друзья, теплое солнце, развивающие спортивные мероприятия, целая жизнь под названием «Лето». Три месяца каникул школьники ждут всегда с нетерпением, а вот для родителей наступает тяжелая пора выбора детских, оздоровительных или образовательных лагерей. При этом цены на путевки, надо сказать, кусаются. В некоторых случаях они достигают почти 40 тысяч рублей. Минимальная стоимость – порядка 15 тысяч. И то надо поискать. 28-летних лагерей уже разместили объявления о наборе отдыхающих на 2019 год. А между тем, есть определенная категория детей, которые должны получать путевки бесплатно или за значительно меньшую стоимость. К таким относятся дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, попавшие в трудную жизненную ситуацию и дети-работников бюджетной сферы. Как правило, расходы на приобретение путевок этим категориям граждан компенсируют. При этом проценты достаточно высок и варьируются от 50 до 70%. Для этого родители или законные представители должны предоставить в органы соцзащиты определенные документы. Необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, свидетельство о рождении ребенка при достижении ребенка в возрасте 14 лет, документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства на территории Рязанского области, сведения, подтверждающие место работы заявителя, то есть в данном случае законного представителя, копия трудовых книжек. При этом родители должны до 1 мая предварительно подать заявку о выделении денежных средств для компенсации. А после заявление надо подать не позднее, чем через 3 месяца с даты окончания отдыха ребенка. Но есть дети, которым государство бесплатно предоставляет санаторно-курортное лечение или посещение детского оздоровительного лагеря. Это дети-инвалиды. И здесь закон строго регламентирует права несовершеннолетних. Для получения путевки необходимо получить в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства справку установленной формы, которую вместе с заявлением необходимо предоставить территориальный фонд Фонда социального страхования Российской Федерации. Заявление о представлении санаторно-курортной путевки может быть подано в письменной форме или в форме электронного документа с использованием сети интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом санаторно-курортные путевки выдаются не позднее, чем за 18 дней до даты заезда. Важно, что государство также компенсирует расходы, связанные с сопровождением детей-инвалидов в санаторий или летний лагерь. Как правило, с ребенком едет кто-то из родителей или официальных представителей. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...